Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Например, Vox, она так и называется, суть заключается в том, что вы там регистрируетесь и это как приложение знакомств, в котором вы слушаете чужой голос и сделаете лайк или дизлайк, нравится вам этот голос или не нравится, и дальше продолжаете общаться за своими сообщениями. Сейчас, буквально два дня назад, я увидел то, что очень стало популярным приложением, которое называется Clubhouse. Не знаю, слышали вы такое, нет? Не слышали, да? Clubhouse – это старое приложение, давно всеми, хотя не старте, ему всего год, но оно было не очень развито. Потом Илон Маск, человек, который запускает ракеты в космос, который делает машины Tesla, он выстроил конференцию в приложении Clubhouse и популярность этого приложения возросла. А суть этого приложения заключается в том, что, допустим, мы с вами по интернету начинаем общаться голосовыми сообщениями, и люди могут подслушивать происходящее и задавать вопросы. Примерно как мы с вами сейчас находимся в каком-то лекционном зале, до последних, до недавних времен вообще формат голоса был не так развит и интересен людям. В основном люди коммуницировали с помощью скайпа, зума и тому подобное. Сейчас же люди начинают переключаться на голосовое общение, и это обосновано тем, что голос в сравнении с текстом, например, более точно передает состояние, настроение и настоящие эмоции. Чего сейчас, как мне кажется, и кажется не только мне, а, допустим, разным маркетологам не хватает, когда все социальные сети заточены по большей части на картинке и тексте. В своем выступлении я хотел бы рассказать вообще, в принципе, про голос, про то, как его можно использовать, как его можно подделывать и зачем это нужно, как этим пользоваться и тому подобное. Поэтому я, пожалуй, начну с тембра, с рассказа о тембре. И случилось так, что выступив, я понял то, что действительно могу работать с голосом, работать с голосом, мне это очень нравится и тому подобное. И это отсылает нас к той теме, что далеко не все люди вообще, в принципе, слышали свой настоящий голос, потому что все мы обременены какими-то зажимами, какими-то комплексами и все в таком духе. И бывает так, что человек спустя какое-то время жизни просто открывает в себе новые способности, которые в нем он были в плане голоса. Как это делать, я тоже расскажу попозже, как бороться с зажимами. Но начну с того, что из себя представляет голос и почему мы отличаем один голос от другого. Есть такое понятие, как тембр. Вы, наверное, все о нем слышали. И суть в том, что тембр – это окрас звука. То есть именно тембр определяет, что вы слышите, гитару, плейту, духовой инструмент, какой-то голос матери, друга или неизвестного вам человека. И, как бы, раскрывая свой природный тембр, вы оттачиваете свои индивидуальности. И первый тембр, например, который вы услышали в своей жизни – это голос матери. Потому что с помощью, ну, то есть звук распространялся по организму, пока вы были в роде матери. И вы слышали в первую очередь этот голос. Голос нам знаком с детства. Проводились даже разные эксперименты. Например, перед детьми маленького возраста, которые еще пьют молоко, в своей любви одинаковые соски, условно. И в тот момент, когда ребенку предлагали соску и звучал голос незнакомого человека, ребенок, как бы, отказывался от этой соски. Когда звучал голос матери, ребенок не тянулся, потому что ощущал больше доверия. То есть с помощью голоса можно, как бы, следовать атмосферу доверия и тому подобное. Например, это очень интересный момент, что голос зачастую провоцирует людей доверять. Это используют как в рекламе очень активно, когда продают какие-то там лакшери услуги, очень дорогие, так и, допустим, в страшилках, когда вы видите какой-то страшный видеоряд, и вам каким-то, знаете, низким голосом, которому вроде как можно доверять, что-то рассказывают. Это усиливает эффект страха, потому что вы ему доверяете сильнее и пугаетесь сильнее. Голос вообще образуется таким образом, то, что из звездных выходит воздух, он встречается с голосовыми связками, они вибрируют, и дальше эта вибрация усиливается резонаторами, которые находятся в нашем теле, там, в нос, в нос, ну, носовая полость и другие полости, которые находятся в вашем организме. Таким образом, вокалисты, например, ну, хорошие вокалисты, или если бы обучали какие-то вокалы, вы могли бы замечать, могли бы замечать, что, когда человек, ну, когда вы правильно поете, вы чувствуете вибрацию даже там в ногах, в носу, в голове, во лбу и так далее. Значит, что работают резонаторы. Если проще объяснять, что такое резонатор, мы можем представить с вами обычную акустическую гитару. Когда вы ударяете по струне, струна колеблется с определенной частотой, и дека гитары, то есть стенки гитары, они начинают колебаться так, к этой струне, тем самым усиливая, как бы, эффект. То есть, сами по себе голосовые святки очень тихие, и также в нашем теле мы можем усиливать свой голос с помощью резонаторов, и избавления от зажимов, которые не дают нам добраться до этих резонансов. Следующий момент, вот есть разные классификации тембров, то есть мужские и женские, условно, тембры. В певческом деле, например, делят мужской голос на тенор, это самый высокий голос, баритон пониже, это примерно как у меня, и бас. Ну, аналог, это, там, басовая гитара какая-то, или нижняя клавиша органа. А у женщин это делится на сопрано, метто-сопрано и контр-альто, то есть это аналог мужского. Но в момент голоса, то есть голос это очень сильный инструмент, который можно использовать в разных целях. И этим, конечно же, голос, в принципе, интересуется не только в певческих кругах, но и в бизнес-кругах, и там существуют, например, другие классификации голоса, и проводилось много экспериментов, условно, к какому голосу люди больше доверяют, какой подходит больше на роль управляющего, какой там на роль подчиненного. То есть вот проводились эксперименты в Майами, и ученые доказали, что восприятие привлекательности и физической силы, или специального стадуса, во многом определяется высотой голоса. В основном, ну вот, по ходу этого эксперимента, голос классифицировали на голос босса, голос, ну, после которого управляются имя, голос агитатора, и голос философа, и голос вдохновителя. И каждый отличается друг от друга, вот, и несет свою информационную нагрузку. То есть, слыша, что он, когда он был, вы уже представляете, что это за человек, как говорят, если он. Хотя, как бы, все может отличаться. И интересный такой момент, то, что, допустим, для низких голосов свойственно, что голосовые связки более длинные и толстые, да, но есть и исключения, например, оперный певец Каруза имел связки такие, которые обычно присутствуют в теле большого певцов, но при этом пел он тенором. Поэтому все это нам указывает на то, что нужно работать над своим голосом и за то, чтобы достичь результатов. Хотя тембр, в принципе, изменить невозможно, но можно научиться им правильно управлять. Вот. По итогам этого эксперимента, про который, что говорил в бизнес-делении, самый низкий голос бас, да, он соответствует роли баса. Пусть его обычно классифицируют, как, там, запугивающий или голос управляющего человека, голос, который расслабляет, успокаивает или соблазняет. Может быть, так. Потом следующий – это агитатор, это более высокий голос, и его задача – привлечь внимание или обвинить кого-то. То есть, вы можете вспомнить, там, голос спортивного тренера или учителя, например, который из университета кричит, там, на последнюю парту, чтобы студенты проснулись. Потом следующая классификация – это голос философ. Вот такой голос может быть, там, у психотерапевта, например, он немножко меланхоличный. И голос вдохновителя – филитивный физиаз, то есть, достаточно ли психотерапевт, и обычно психотерапевт ободряют и тому подобное. Можно, там, вспомнить символ с Ленина, если слышать. Примерно так. И сейчас бы я вам хотел включить буквально пару записей, чтобы вы попробовали угадать, кто это, агитатор, там, или босс, или еще кто-то. Вот, например, такой вариант. Мы планируем открыть новое предприятие, которое создаст дополнительно полторы тысячи рабочих мест. Вы бы как описали этот голос? Агитатор, да? Как вы ему доверяете, не доверяете? Какие вообще ощущения у вас возникает? Немножко что? Это вдражает, да? Реклама. А вы нашли к себе? Есть среди нас агитатор? Нет, нет, я имею в виду... Вы почувствовали, что вы, допустим, агитатор? Было такое? Нет, нет. Было такое? Да, но это скорее оттенки, но тембр нам дается, как бы, природой, и мы его не можем, мы можем оформить его и применять правильно. Вот, например, вот этот голос, да, который я сейчас встречал, вот, там, голос женщины-агитаторы по ходу эксперимента, который, как я только что говорил, обычно, ну, оценили как агрессивную, тревожную и доминирующую. Не знаю, чувствуете вы это? Да. И вот в этом эксперименте этот голос вызвало раздражение, вот, как мы говорили, не? что это уже 45 процентов, 23 – это проценты благосокольства и недоверия. А вы как бы описали эту женщину, как она выглядит? Давайте я включу вам ищу. Просто такой эксперимент, знаете, в рамках текста, который я изучал, прежде чем выступить на эту тему, говорилось о том, что у человека есть способность с помощью голоса, мы ориентируемся только на голос, создавать конкретные образы по человеку. Давайте я вам включу еще раз, а вы бы, например, описали, как она выглядит. Мы планируем открыть новое предприятие, которое создаст дополнительно полторы тысячи рабочих мест. А у кого вы купили бы куртку? Избегать, да? Да, избегать. Но на самом деле вы описали, можно сказать, одну из героинь, которые приводят пример исследования, например, типа Ксения Собчак. ... ... ... ... в Да, это все нас отсылает к тому, что есть определенные тембры, да, и работая над этим, вы можете использовать это как очень сильный инструмент. Вот сейчас я вам включу дорожку мужчины-агитатора, например. Что-что? Что-что? Это агитатор, да. Человек, который вдохновляет, принуждает, тольфагает и настаивает. Рекламирует? Рекламирует. Ну, может быть, да. Про рекламу я тоже могу рассказать отдельно, когда что используется. Вот пример мужского голоса агитатора. Мы планируем открыть новое предприятие, которое создаст дополнительно полторы тысячи рабочих мест. Да, это обычно высокий голос, потому что высокие голоса, ну, в силу специфики физики, просто, ну, сильнее слышны. Дело в том, что, например, наше ухо настроено таким образом, что низкие частоты нас чаще всего успокаивают. Я думаю, что это связано, может быть, как раз с тем периодом, когда мы находились в утробе матери, да, потому что мы слышали в основном низкие частоты и голос матери. Потому что низкие частоты, они распространяют у них более длинная, ну, длина волны, и они проходят сквозь стены и тому подобное. Вы могли замечать, когда, допустим, вы сидите дома и слышите басы машины, ну, или там что-то в этом дочке. Вот. В общем, ну, по результатам того исследования, на котором я пока сосредоточился, этим голосам не доверяют в основном, но они как бы привлекают внимание. Ну, вот, допустим, если у вас такой голос, то для того, чтобы больше расположить в себе человека, вы могли бы говорить медленнее и, может быть, чуть ниже. Потому что чем быстрее говорит человек, тем более высокий голос становится. То есть если вы будете быстро говорить, нервничать там и так далее, все это будет повышать ваш голос. Спокойный же голос, он обычно медленнее такой, и рассудительный. Вот, давайте я вам приведу еще, к примеру, голос, а вы попробуйте угадать, кто это. Спасибо, не знаю. То есть у нас остались философы, вдохновители и боссы. Опять включаю женский голос. Вот. Мы планируем открыть новое предприятие, которое создаст дополнительно полторы тысячи рабочих мест. Что думаете? Философы. Все думают, что философы? Может быть, кто-то. Ну да, вы угадали. Вы же видите, как это четко считывается. Философы, он также по большей части представился тревожным и зависимым, и вызвал недоверие в некоторой степени. И вы бы, ну, где могли представить такого человека, какие-то обстоятельства? На собрании. На собрании. Да, везде. Мы планируем. Мы будем открыть новое предприятие, которое создаст дополнительно полторы тысячи рабочих мест. Да. Не сам и не любят. Нет, не любят. Нет, я не ошибаюсь. Хорошо. Также везде появилось. Везде есть, и самое харизмолющее, оно и демократия. Это тоже на речи. Да. Мы планируем открыть предприятие, которое создаст дополнительно 1500 рабочих мест. Мы планируем открыть новое предприятие. Попробуйте. Вы можете сымитировать. Попробуйте. Год на улице, год инфекция на улице, год конкретных открытий. Но это может быть не год. А вы можете сказать и не говорите. Что это? Я только сказала. Мы не понимаем, что это порядка. Мне показалось, что на эту агитацию рассчитывается. И в древе там столько агитаций есть. Но опять же, какая выяснилась в этом выражении. Вот какая миссия. Я слышу, что идея зависит в постановку голоса, реализации. Да. О чем человек говорит? Как говорит? О чем? Это влияет на его постановку. Вот именно качество. Если о плохом, о чем вы говорите, вы не видели все. Когда ты красный, на высоком, голос повышается. И, соответственно, психологическая, получается влияние. Это невероятная система работает. Не только за руководителя. Как в некотором смысле? В некотором смысле вы и правы. Но в некотором смысле и нет. Потому что... Потому что если говорить о классическом делении на тенор, баритон, бас, например, мужской голос, то получается так, что у каждого человека есть определенный диапазон, который он использует, высоты. То есть, бас, он ниже говорит, он не может высоко говорить. А тот, кто говорит высоко, не может говорить супер низко и так далее. Это данные. Но можно пытаться имитировать и как бы стремиться к этому и развивать к этому, расширять свой диапазон. Вот. Но если говорить о боссах, то, конечно, в большинстве своем почему-то люди доверяют больше людям с более низким голосом. Вот. И это активно используется и в рекламе, и в политике, и вообще в принципе. Вот, например, был такой интересный случай с Ивсен Лораном. Вы знаете, может, из этого деятеля культуры и моды. Однажды он зашел в какое-то кафе просто и увидел там женщину. Одну... Этот женщина. Ее имя, я, наверное, вам сейчас не скажу. Нет. Елена Строганова, не знаю. Говорит вам о чем-то. Во Франции. Во Франции, да. — Да. — Актерия развивалась таким образом, что в 60-х годах она работала в Париже, и как-то к ней в лавку, в ювелирный магазин, зашел Ивсен Лоран, он услышал ее голос, спросил, простыла ли она или нет, потому что у нее был низкий такой тепловатый голос, который присущ боссам. Я сейчас включу запись женщины босса, выслушиваю. И он предложил ей наблюдать за всеми процессами, которые там происходят у него в организации, и направлять, управлять людьми. И таким образом, как бы это было за счет голоса, она как бы и сделала в некоторой степени свою карьеру. Это я к тому, что есть определенные природные данные, на которые мы не всегда обращаем внимание, но которые могут работать на нас при правильном подходе. Мы планируем открыть новое предприятие. которое создаст дополнительно полторы тысячи рабочих мест. Что бы вы сказали вообще по поводу этого женского голоса босса? Если вот, допустим, с мужским голосом босса все более однозначно, то есть ему доверяют, он успокаивает, либо приказывает и тому подобное, то с женским может быть немножко по-другому. Как вы думаете, с чем у вас ассоциируется, с какой ситуацией? Приятен вам, неприятен, доверяется, купите ли куртку или джинсы у него? Ну а, допустим, мы тех, 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 тех Мы планируем открыть новые. В общем, с этой темой мы примерно разобрались, есть разные тембры. Четвертый тембр. Да, четвертый тембр. Ну, включил, кстати, да, вдохновитель. Но они по поведению все должны быть вдохновителем. А вы, предполагается, какой он будет вдохновителем? Ага, призывающий, вдохновляющий. Хорошо. Вот, пожалуйста. Это женщина вдохновителя. Мы планируем открыть новое предприятие. Которое создаст дополнительно полторы тысячи рабочих мест. На фрикадельке? Да. Вот этот голос в жизни очень важен. В любой ситуации. Ага. Ага. По мне, так он похож на голос агитатора. Только чуть-чуть ниже и чуть более приятный. Ага. Ага. Ну, например, мужской голос. Вот я вам скажу еще параметры. Скажите, какой больше к нему подходит? Там спокойный, доверительный, скептицизм или раздражение? Ну, вы можете не терпеть, есть вот, например, такие наушники. Это сложнее, да. Голоса в голове. Здесь разные строители бывают, и трамвай, и сон, и метро, и все. Я, похоже, заходил на все эти новости. Да, неприятные дела. Особенно там на работе, где я разговариваю. Это специальные, такие, невиданные моменты. Бывает, и сходят, и сходят, и сходят, и сходят, и сходят, и сходят, и сходят. Ну, пока мы не стоят сегодня недели. У нас тут не стоит ничего, чтобы издражать. То есть, тогда вот, посмотрите, как гармонично. Вот, давайте. Ну, вот здесь интересный момент, на вашу тему, что вам не нравятся какие-то голоса. Сейчас производят определенные наушники, которые могут заглушать любой звук. Они работают таким образом, что на них установлен микрофон. Микрофон считывает, что этот звук идет в эти наушники, и пускает точно такой же звук в обратном направлении. И таким образом волны встречаются и гасятся. И также вы можете настроить наушники, чтобы слышать или не слышать какие-то голоса, или чтобы даже их изменять с помощью технологии. Поэтому сейчас это решаемый момент. Мы планируем открыть предприятие, которое создаст дополнительно 1500 рабочих мест. Вот. Вот. Самый голос, наверное, как он, это стоит в детстве, в детстве, в детстве. Чем с ним, да? Ну, ты, как говорится. Это и очень такая маленькая дочерия. Хорошо. Ну, хотел вам рассказать еще на такую тему, на тему зажимов. Помните, я начинал в начале своего рассказа говорить о том, что... У всех, ну, в том числе, да. Ну, я вам сейчас отвечу на ваш вопрос. Хорошо. Ну, в общем, короче говоря, у всех у нас есть определенный голос, к которому мы привыкли. Но он может быть не до конца развит, открыт и тому подобное. Он может быть не тем, который мы можем иметь. И всему этому способствуют зажимы. Ну, условно, зажимы – это то, как мы привыкли себя вести. У нас, может быть, там, поднятые плечи, например, мы постоянно можем ходить. И мы не замечаем того, что ходим с поднятыми плечами до того, как, как бы, до того момента, пока нам кто-нибудь не скажет, или мы не отпустим, мы не поймем спустя время, что так удобно, что так естественно. Точно так же и с голосовым аппаратом, и вообще, в принципе. И зажимы, они бывают физические и психологические. Ну, физические зажимы – это когда мы привыкли, там, условно говорить, быть каким-то зажатым голосом или держать плечи вот так. Психологические зажимы – это, ну, вот, например, человек, да, которого в детстве притесняли и так далее, он, скорее всего, будет говорить там по ходу жизни тихо и тому подобное, или может быть вообще безэмоционально как-то и тому подобное. И дело не в том, что, как бы, у него голос такой, что ограничены его физические возможности, а дело в том, что, ну, у него есть определенные комплексы, с которыми нужно работать и психологически, и физически. И эти зажимы, они либо присутствуют все время, либо они могут возникать в определенных ситуациях некомфортных. Допустим, вы поднимаетесь в метро, вас останавливают полицейские, которые хочут, там, не знаю, посмотреть вашу сумку и тому подобное, и в этот момент вы тут немного теряетесь и начинаете тише говорить, там, не знаю, голос становится более сиплым и тому подобное. Ну, это как пример. То есть есть моменты, которые возникают в определенных ситуациях. Все это, ну, относится по большей части к психологическим зажимам. И дело в том, что там просто именно вы не подготовлены в какой-то конкретной ситуации, там, в отличие от других людей, которые эту ситуацию проходили много раз и так далее. И с зажимами, конечно же, можно бороться. Самый вот простой способ, который мне советовали разные технологии по бокалу, это, допустим, сходить на хороший массаж. Вы приходите на массаж, который вас полностью расслабляет, по-другому, ну, разогревает ваше тело, вы по-другому начинаете говорить, потому что у вас все свободно, вы расслаблены. И в такие моменты вы можете ощутить, как действительно, ну, звучит ваш голос, как действительно должно чувствоваться ваше тело и так далее. И по ходу там, ну, потом это все откатывается, вы опять зажимаетесь, условно возвращаетесь в обычное состояние, но вы уже знаете то состояние, которое, ну, к которому нужно стремиться. И, условно, ну да, то, к чему нужно стремиться, стремиться с помощью, ну, желательно, и работы там с психологом, условно, и физическими разными упражнениями, там, например, йогой или спорт, которые нацелены на концентрацию, и как бы отлавливать эти моменты, зажимаетесь, концентрироваться на этом, расслабляться. С этим я очень долго и очень много людей работаю. Вопрос, получается, был такой, как бороться с зажимами, с коротковременными зажимами, которые возникают в стрессовых ситуациях, да? Ответ такой, как бы лучше всего переключиться на что-то другое, потому что когда вы находитесь в определенной ситуации, вы в ней находитесь, именно поэтому, как бы, возникает этот момент зажима. Поэтому нужно переключиться, а переключиться вы действительно можете с помощью, там, физики, и вот, например, на студиях звукозаписи, да, когда я записываю рекламу или какой-то ролик и так далее, я пришел такой, торопился, понервничал, что, может быть, смогу опоздать, ролик важный и тому подобное. Звукорежиссер, например, предлагает поприседать, там, 20 раз поприседать, что ты уже разогреваешь свое тело, во-первых, это другой процесс, и чем теплее тело, тем расколоним голос. А во-вторых, вы погружаетесь в другую среду, не в среду, где главная задача решить ситуацию, которая вас нервирует, а в среду, в которую у вас главная задача поприседать, условно. То есть, да, там, подышать, физически переключиться, отвлечься. Или, вот, например, возвращаясь к начале нашего спича, да, если у вас все теряется, вы хотите перестать нервничать, вы можете услышать голос мамы или друга. Это голос, который вам знаком, который уже вызывает доверие и погружает вас в более комфортные обстоятельства и условия. Поэтому вот такие фишки можно использовать. Вот. Вообще, такая, вот, по части физиологии, в принципе, я закончил рассказывать. Я бы хотел еще сказать по поводу того, как технологии влияют на наш голос и как мы можем использовать эти технологии. Рассказать немного о пранкерах, например. Знаете, может быть, какие-то пранкеры или нет. Ну, да. Пранкеры — это люди, которые там звонят, допустим, по телефону, не мошенники. Те, которые звонят по телефону, представляют другим человеком и получают то, что им нужно, либо разыгрывают какую-то ситуацию. То есть, в общем, имитируют другого человека. И самое интересное, что в большинстве случаев, там, 90%, они не меняют голос вообще. Они говорят своим естественным голосом и основываются на просто принципах психологии. какие вопросы нужно задавать и тому подобное. К чему это я говорю? К тому, что, помимо того, что у вас есть голос, который вы можете использовать, и вас могут узнать по этому поводу, меняя свое поведение, но не меняя голос, вы также можете воздействовать. Это то, например, о чем вы говорили по поводу вдохновляющего настроения, не вдохновляющего. То есть, удержать можно и не только с помощью тембра, но тембр помогает в этом. Вот, например, да, есть еще такое понятие, как deepfake. Знаете вы, что это такое? Fake. Deepfake. Ну, может быть, вы видели рекламу Сбербанка? Там, знаете, там, где герой из этого фильма Иван Васильевич меняет профессию, по-моему. Вы видели такой рекламу? Да, я не знаю. Как там, где он выгляжает? Я делал он сам? В городе? Молодец, да. Ну, это герои, которые всех обманывают, шуляют. Вот, сейчас, в 2021-2020 году вышла реклама, в которой нам покатывают человека, который уже имеет совсем другой вид. По-моему, он умер, да? Он жив и не молод, условно. И с помощью компьютерных технологий вы создали его образ, научили компьютер говорить его голосом, и все это использовали в рекламе. Сейчас момент. Отключилась камера? Сейчас он не включен. Вот, короче говоря, сейчас с помощью нейронных, искусственного интеллекта, там, машинного обучения и так далее, можно воссоздать любой голос, любой вид и тому подобное. И даже вы это можете сделать. Словно. Я могу там попозже, или сейчас рассказать, как это работает вообще, как обучают говорить другим голосом. Но вы можете пользоваться так, и мошенники, например, используют. Есть в Телеграме, в такой социальной сети, даже бот, ну, условно, в Телеграме, в социальной сети вы можете отправить компьютеру свое сообщение, что вы хотите куда-то позвонить. Он заменит ваш номер и изменит ваш голос на какой-то другой голос. Это там стоит всего 10 долларов и таким, ну, в месяц. И таким образом мошенники пользуются всякими этими штуками, заменяют номер, можно заменить хоть на ваш номер, что вы сами себе заметили. и обманывают людей. Отмечу искусственного интеллекта и домены голоса уже украли там кучу денег, поэтому нужно быть настороже. Ну, либо, если вы мошенник, то используйте своих целей. Потом есть, есть вот, кстати, интересные птицы, они называются лирохвосты. Они умеют изображать любой звук практически. Ну, они проживают на нашей планете, где конкретно не могу вам сказать. Да, лирохвосты. И вот в честь этих птиц сделали такое приложение, с помощью которого вы можете создать клон вашего голоса. Ну, он работает на английском языке, это приложение, максимально доступное, что вы можете использовать. И суть заключается в том, что вы, ну, вам пишут фразу, там, допустим, голосовые соцсети, текст. Вы повторяете эту фразу, говорите, голосовые соцсети. Потом еще раз повторяете, потом другую фразу. Таким образом, как бы, приложение обучается вашим фонемам, частям. фразу. И потом вы в конце, когда там 40 часов, там, 10 часов наговорили, у него уже есть образцы вашего голоса, и вы можете просто писать текст и говорить вашим голосом. Ну да, вот. Так что, вот, если у вас есть какие-то вопросы, да. Кажется, у нас есть мошенник. Да, вы можете зайти на мой сайт nikitokorol.com, там, где представлены мои работы, и написать мне оттуда, там, вконтакте, ссылки и тому подобное. да, вот, вообще, то есть вы можете по-всякому использовать технологии для того, чтобы добиваться своей цели и вменять свой чужой голоса. Можете в рамках закона. Нужно, иначе это наказывается. Вот, допустим, машинное обучение могу рассказать, как оно проводится, но лучше пишите мне в социальной сети, на этом мы, наверное, и закончим. Спасибо вам большое, что вы пришли. А что про рекламу? Я могу рассказать про тренды рекламы, например, то, что раньше, давайте я вам расскажу, помните МММ, например, да? Жулики МММ, они строили свою рекламу на том, чтобы показывали обычную семью людей, которые живут, которые такие же, как и мы с вами, у них те же проблемы и тому подобное. Они выстраивали доверие на аналогию с нами, рассказывали какую-то историю, ничего не навязывая, как бы, да, а просто предлагая решение. Вот, допустим, была история с МММ, посмотрите в интернете ролики, посмотрите, потом в какой-то момент реклама ушла в такое направление, когда нам начали навязывать, сделать и то, сделать и это и тому подобное. Сейчас все опять возвращается в рекламе к тому, что вам больше не поддают, вам просто друг добрым, хорошим, приятным голосом рассказывает, как он использовал там этот сервис для того, чтобы решить свою проблему. В общем, реклама сейчас максимально строится на том, чтобы создать вас чувство доверия, причастности и дружбы. Примерно то же самое, что было с МММ. Какие примеры вы можете увидеть, например, Яндекс.Реклама или еще можете сами посмотреть рекламу и оценить, как это будет. Ну, наверное, я не помню рекламу МТС. Ну, вот. Какие бывают рекламы, бывают в России, в России. Мы не всегда с вами вкладываются и все, но вовремя все парадисты, понятно, все, ну, что, как бы это реклама. Помню. Разборолы. Ну, как вы можете скажите, скажите, как вы можете с мошенниками выговорить внимание на данном неятельной реакции в сонах или на данном институте, а потом вы можете сразу расскажите. Ну, это вообще отдельная тема работает там с мошенниками и реакцией. Просто сейчас есть технические возможности, чтобы подделать свой голос, сделать это голосом известного человека и так далее. Родственника не подделывают? Ну, родственника вашего родственника вряд ли подделают, потому что, чтобы подделать, нужно собрать базу голосов, базу примеров голоса. если ваш родственник это человек публичный, у которого есть много записей его голоса, конечно, можно все это обучить искусственным интеллектом, синтезировать голос вашего родственника, и так далее. Но, скорее всего, нет. То есть, голос могут просто изменить и будут действовать как пранкеры, то есть, используя психологию, чтобы убедить вас, что нужно отправить деньги. Так что, вот, такая, ну, подделка голоса чаще всего используется в крупных вещах, где на кону стоят миллионы и тому подобное. Ну, либо просто рекламный ролик. Я, друзья, Голго, время пролетело быстро. Ну, спасибо, Никита. Мы действительно узнали много интересного. Заходим на сайт к Никите, задаем вопросы и Никита ответит на остальные вопросы. Спасибо, что вы пришли к нам. Напоминали, сегодня стартовал международный фестиваль Нижнего Новяк-Петербурга. Он длится три дня. В течение этих трех дней на канале YouTube можно посмотреть и услышать очень много разных посетений на разные темы. Спасибо большое, и с вами. Спасибо. 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 Пожалуйста, вы все выучили, пока вам все выучили.